На Ставрополье завершился международный славянский форум «Золотой Витязь» – одно из главных культурных событий этого года. За четыре дня творческие встречи и площадки посетили около шести тысяч человек. Мария Гнездилова побывала на церемонии закрытия и узнала, кому достались заветные статуэтки. Волун, ты скатился с горы, для чего? Дай ответ! В глубоком ущелье лежать до скончания лет. Известная советская актриса Зинаида Кириенко приехала на Ставрополье только на один день, хотя провела здесь почти все детство. Повод визита – не только ностальгия по малой родине. Зинаида Кириенко приехала лично поздравить самых талантливых участников «Золотого Витязя» – литераторов, историков, писателей и поэтов. Сказать, что великое дело, которое происходит на этом фестивале, и я рада, что я, можно сказать, постоянная участница этих событий, потому что иначе назвать я не могу. Это событие – фестиваль «Золотой Витязь» в городе, где бы он ни был. Масштабы события действительно поражают. Форум «Золотой Витязь» продолжался на Ставрополье четыре дня. Работали как минимум 30 творческих площадок. Именедые писатели делились своим опытом с молодыми любителями литературы. Зрители смогли увидеть авторское кино. Форум посетили более шести тысяч человек. У нас переполнен полностью зал, и даже балкон заполнен теми гостями, которые сюда пришли. Они пришли сюда встретиться с тем, что им так дорого. И очень хорошо, что эти встречи происходят у нас часто. На церемонии закрытия форума читали стихи, пели, танцевали наравне с именитыми артистами и творческие коллективы Ставропольского края. В перерывах между выступлениями – награждение победителей. Дипломы, грамоты, а главное – статуэтки «Золотого Витязя» получили десятки человек. Так, лауреатом премии за лучшие книги для детей и юношества стал писатель из Крыма Владимир Терехов. А в номинации «Поэзия» – победы за сербским литератором Зараном Костичем, за переводы на родной язык русских стихотворений. Мария Гнездилова, Илона Домарева, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение.